Газпром хотел бы отметить, что у нас вызывают недоумения, сделанные на прошлой неделе, заявление Европейской комиссии о формальной процедуре расследования в отношении деятельности Газпрома на европейских рынках. Ничего нового по сравнению с теми предположениями, которые высказывались год назад в ходе проведения обыска в Газпроме, это заявление не содержит. Но в то же время, что не секрет, сейчас ряд относительно слабых экономик Европейского Союза продолжают требовать от Газпрома односторонних уступок по цене на газ. И такие заявления нельзя трактовать иначе, как поддержку Европейской комиссии в субсидировании дешевым газом стран Восточной Европы за счет Газпрома. Это попытка решения экономических проблем Европейского Союза, в частности его новых членов Восточной Европы за счет России. Действия Европейской комиссии по началу формального расследования в отношении Газпрома, как и прошлогодние обыски в аферированных с компанией структурах, можно рассматривать как давление со стороны Европейской комиссии на газпром с целью повлиять на цены и результаты коммерческих переговоров, что явно противоречит принципам рыночной экономики. В ходе саммита АТЭС в Владивостоке был подписан меморандум о взаимопонимании по проекту Владивосток СПГ. Это важный шаг в развитии наших взаимоотношений с Азиатско-Афетянским регионом, проект, который станет важным звеном в дальнейшем развитии единой системы газоснабжения в России и создаст основу для дальнейшего лечения поставок газа в стран Азиатско-Афетянского региона, и в том числе в Японию. В целом, рынок Азиатско-Афетянского региона наиболее емкий, динамично развивающийся, и мы уже заявляли, что объемы газа, который «Газпром» будет поставлять на Восток, сравняются, а может быть и превысит, объемы поставок в Европу. В Европе в будущем, да? В будущем, да. А в каком сроке?